Кратко об изменениях в ЕГЭ. Что изменилось в ЕГЭ по литературе 2025? Разобраться в этой теме можно всего за 3 минуты. ЕГЭ по литературе изменили. Опять. Нововведения обещают сделать экзамен, как ни странно, более простым. Привет, меня зовут Оксана, и я преподаватель литературы в онлайн-школе Турбо. И я периодически перечитываю «Войну и мир». Ты что, с ума сошел? В пятом задании сопоставить текст нужно будет с определенным произведением начала XIX века. Оно уже будет указано в Киме. Это сильно сокращает список возможных тем. На курсе Турбо уделим особое внимание темам, которые могут встретиться в произведениях начала XIX века. Напомню, что ты еще можешь записаться на полный курс подготовки. Ссылка в описании. Важно отметить, что в пятом задании слова о полку Игореве не попадется. Только произведение конца XVIII – начала XIX века. А вот в десятом задании, наоборот, убрали временные ограничения на стихотворение. Теперь можно привлекать любые поэтические произведения по теме. Это радует. Во-вторых, в восьмом задании вам теперь нужно будет выбирать не из пяти терминов, а из семи. Но эту задачу не усложнит, так как несколько терминов обычно можно было отбросить сразу же. Эксперты уточнили, что нельзя привлекать тексты, которые не относятся к художественной литературе, в задании 10. Это современные песни, авторские стихотворения, фанфики и аниме. Еще уточнили, что такое формальный анализ в пятом и десятом заданиях. Это сопоставление лишь на основе общей темы. Например, и там, и там есть тема птица. И на этом все. Всегда ищите конкретные пункты для сопоставлений. Посмотрите, как каждый из авторов использует ту или иную тему. Кстати говоря, про систему оценивания. Теперь не снимают баллы, если у вас меньше четырех пунктуационных или орфографических ошибок в одиннадцатом задании. Это очень радует. А вот в мини-сочинениях остается лимит на две ошибки. Подведем итог. В пятом задании за нас выбрали произведение для сопоставления из начала девятнадцатого века. В десятом задании убрали временное ограничение на привлечение стихотворений. Формальный анализ — это сопоставление, ограничивающееся тем, что в обоих произведениях одна тема. В одиннадцатом сочинении можно допустить до четырех орфографических или пунктуационных ошибок без потери баллов. Так что могу только порадоваться за выпускников этого года. Удачи вам, ребята! Продолжение следует...